Все вы, когда регистрировались, получили программки, они у вас есть. Приступаем к реализации повестки дня конференции. Слово для приветственного слова представляет Цепашкан Гагаузи, Формузал Михаил Макарович. Уважаемые дорогие наши друзья, уважаемый господин посол, экспертное сообщество, гости, участники сегодняшней конференции. Вы знаете, что в последнее время в Гагаузи происходит очень много конференций, семинаров, встреч, бесед. Все они в той или иной мере задействованы на обсуждение евроинтеграционных процессов, которые происходят в нашей стране. На этих конференциях мы стараемся дать людям максимум информации, при том очень часто даются геометрально противоположные точки зрения, с тем, чтобы люди могли сами делать собственный вывод. Что несет нам, в нашей стране, в нашей автономии процесс евроинтеграции? Какие есть риски, какие есть угрозы и какие есть преимущества? Мы должны не только информировать население, мы должны не только анализировать возможные последствия подписания, подписания, соглашения, но должны предпринять соответствующие меры, чтобы обеспечить самое главное – это политическая стабильность в автономии и поступательное ее развитие. Особенно актуальна наша конференция сейчас, в преддверии 27 июня, где ожидается подписание соглашения с Европейским Союзом. Если анализировать последние выборы в Европарламент, они оцениваются специалистами, политологами, как победа, однозначная победа, евроскептик. Очень часто на семинарах, конференциях мы обсуждаем эти вопросы, и я задаю простой вопрос. Кто может дать нам гарантирую того, что Европейский Союз будет 30, 40, 50, 100 лет еще существовать? Точно так же, когда в 80-е годы, если бы кто-то сказал, что развалится Советский Союз, ну, мало кто мог в это поверить. Были умы, которые могли верить, но мало кто в это верил. Я еще не поверил, что Советский Союз развалится. Но это случилось. Тебе гарантия, что через некоторое время очередной мандат евродепутатов истечет, и эти тенденции победы евроскептиков не усилятся в Европе. Риски для экономики. Я очень коротко, тезисно буду говорить, потому что после семинара заседания у вас будут вогонны по работе трех секций. И в этих секциях более углубленно, более детально можно рассмотреть экономическую составляющую, культурные аспекты, социальные аспекты, процессы евроинфекционных республики Молдовы. Если говорить про сельские хозяйства, то больше всего нас волнует. Ну, с Европейским Союзом ясно. Там подписали соглашение, там есть определенные квоты. Эти квоты сейчас увеличили в два раза для республики Молдова. Ну, берем четыре составляющие, которые есть в Агагаузе. Мы ожидаем в этом году две с половиной тысячи тонн сбора урожая, яблок. Вы знаете, что мы реализуем программу развития садоводства Гагаузи и закладываются новые сады. Мы ожидаем в этом году четыре тысячи тонн керсика, две тысячи тонн сливы и пять тысяч тонн винограда столовых сортов. Ясно, что эта продукция в основном уходит в страны таможенного союза. В основном, повторюсь, эта продукция где-то на 80 миллионов лень. Это по самым скромным подсчетам это те деньги, которые ждут наши аграрики. Мы не готовы, сегодня я это признаю, конкурировать по качеству упаковки и логистики с европейскими производителями, с теми же итальянцами. Значит, нам нужен какой-то период и ресурсы для того, чтобы мы были подготовлены к экспорту нашей продукции в страны Европейского Союза. Меньше требований, конечно, предъявляет страны таможенного союза по упаковке, но там наша продукция известна, она имеет свой потребитель. И то, за те рынки тоже нам надо сражаться. Но это 80 миллионов. Если говорить про угрозы, ясно, что нам дают четко понять, как только вы подпишитесь соглашение с Европейским Союзом, через вашу страну может плынуть в неконтролируемый поток продукции, произведенной в странах Европейского Союза в аграрном секторе, это публичные заявления российских политиков. И это все пойдет на российский рынок. Мы вынуждены будем принять соответствующие меры защиты своего рынка. Это те сигналы, которые с открытых источников, их никто не скрывает, они публикуются. Мы не можем просто так делать вид, что все будет влежим, все будет нормально, в то время как знаем, что российский рынок потребляет 150 тысяч тонн только яблок. 150 тысяч тонн. Поэтому эти 80 миллионов для наших аграрий это серьезные ресурсы. Нам дают второй сигнал. Может быть предпринята ситуация, при которой может быть предприняты такие меры, при которой рабочая сила сегодня задействована на территории Российской Федерации, а это по меньшей мере 25 тысяч человек, которые в той или иной мере задействованы на российскую экономику, они работают там и присылают деньги, за счет этих денег содержится их семь. Если даже взять самые минимальные 5 тысяч долларов от одного работающего в перевод сюда, это минимальные 5 тысяч. Это значит 125 миллионов долларов это те деньги, которые получает Гагаузия от работающих в Российской Федерации. Это самые на самом низком уровне подсчеты сделаны вот эти деньги получаются и они вливаются сюда в экономику автономии. Европейский Союз правильно сделал, когда снял визовый режим. Но следующий шаг он напрашивается снять ограничения на рабочую силу из Республики Малово. Во-первых, не так уж и много ее. Во-вторых, в основном все это квалифицированные кадры, подготовленные кадры и законопослужные, самое главное. у нас нет, никто у нас не ведет кочевого образа жизни, вы не найдете никаких шагров у нас на территории автономии и в Молдове. Все имеют дома, все имеют образование, поэтому никакой угрозы для европейцев, жителей Молдовы не представляют. Наоборот, это добросовестный трудяги. Адекватная мера со стороны Европейского Союза открыта рынке труда для работающих сегодня в других странах, в странах таможенного союза. Это своего рода такой защитный механизм, потому что если введут соответствующие ограничения, то же то, что мы слышим, визовый режим, то, что мы слышим по людям, которые работают в Российской Федерации, лишить нас 125 миллионов долларов, которые вливаются по сути в экономику автономии, а многие из них приезжают с этими ресурсами и реализуют государственные программы развития и садоводства, и животноводства, и других направлений, получая при этом еще и субсидии со стороны государства и поддержку. Это новые рабочие места, это задействование людей на территории автономии. Эти риски тоже мы должны просчитать. Возможные риски того, что ресурсы, которые сегодня зарабатывают наши соотечественники, работающие тоже в Российской Федерации, они могут путем соответствующего налогообложения подвергнуться определенному воздействию налогового протяжения. Многие из них сегодня работают официально, но многие из них работают и неофициально в Российской Федерации, периодически там находясь, выезжая. И если за счет этих переводов те деньги, которые идут сюда, будут взимать дополнительную плату, то мы создаем проблему для тех людей, которые работают в Российской Федерации. Об этих рисках мы тоже должны говорить. Я надеюсь, что сегодня это будет предметом детального обсуждения и конечная цель это выработать какие-то наши сигналы, наши меры, наши предложения с тем, чтобы свести на нет все возможные эти угрозы. Хорошо информирован, ты уже ворудован, ты знаешь, что надо делать дальше. Если ты плохо информирован, ты рискуешь обязательно совершить ошибки. Вот в результате этой дискуссии я надеюсь, что будут очень много ценных идей, которые мы с вами вместе обсудим, проработаем и доведем свою точку зрения до правительства, доведем свою тревогу и точку зрения до международных экспертов. Далее. Я понимаю, что не все в этой жизни меряется финансами. Есть еще и моральные аспекты, есть еще аспекты и культурные. Хотелось бы, чтобы евроинтеграционные процессы не закончились ассимиляцией малого по численности гадуузского народа. Если мы 200 лет находясь здесь, на этих землях, смогли сохранить свою идентичность, язык, кое-что сделать для его развития, нам бы хотелось получить и соответствующие гарантии. Что будет с гадуузской автономией? В Молдове есть очень много руководителей, политической элиты достаточной, которая просто издевается над государственностью республики Молдова и формирует образ такой, что Молдова это несостоявшееся государство и только какие-то объединительные процессы с соседним государством позволят нам достичь европейских стандартов качества жизни человека. В этом случае особо актуально встает вопрос что будет с нами, потому что мы очень хорошо знаем, что полтора миллиона бенгров имели свою автономию в Румыне, но сейчас этой автономии нет. Кто даст нам в этом случае гарантии существования автономии? Во всяком случае общаясь с дипломатами этот вопрос постоянно поднимает, но ни один дипломат мне не сказал мы гарантируем вам, что гадуузская автономия будет развиваться, что ее права будут учтены, что она получит и поддержку международного сообщества. Мы знаем, что законодательство Европейского Союза предусматривает определенную защиту малым народам. Мы это знаем. Нам бы хотелось получить эти гарантии. Морально-нравственные составляющие. Мне сложно, не хотел бы это комментировать, но то, что мы видим сегодня в Европейском Союзе и те процессы, когда храмы и костелы закрываются и на экранах пропаганду видим не совсем тех отношений, которые вписываются в наши нормы христианской морали, нам это сложно понять. Пожалуйста, никто не вмешивается в личную жизнь человека и вы вправили себя дома делать все, что вы хотите. Но пропагандировать это среди наших детей и мне сложно моему десятилетнему ребенку объяснять, почему женщина одета мужчина, одет в костюм женщина и с бородой и с длинной косой и называет себя кончита. Мне это сложно им объяснить, ему 10 лет. Все эти вещи будоражатся, все это вот здесь в этом обществе в Гагрузии обсуждается и соответственно мы должны об этих вещах тоже быть. Как это вписывается в наши нормы христианской морали? А вы знаете, что мы в последнее время выделяем очень большое внимание именно поддержанию духовных, нравственных составляющих в нашем обществе. Мы оказываем большую поддержку всем религиозным конфессиям, которые расположены на территории автономии. Выделяем ресурсы серьезные на восстановление православных храмов, на проведение различных культурных мероприятий, нравственных мероприятий. Мы выделяем исполком выделять на эту цель деньги. Нам не хотелось, чтобы наше общество было спокойным, стабильным, динамично развивающимся и мы все для этого стараемся делать. Мы стараемся обеспечивать и свободу масс-медиа на территории автономии, увеличиваем количество интернет-порталов, ресурсов, газет, телевидения. Не всегда это нам удается в должной мере сделать и мы наблюдаем с тревогой эти процессы, которые происходят в нашей стране. Все говорят о евроинтеграции, а на самом деле идет монополизация масс-медиа, строго структурированные партийные кланы. Я бы сказал такое грубое слово, впихивает народу то, что выгодно в интересах крупных олигархических групп, но не отвечает интересам населения. Мы не можем не коснуться и тех рисков и угроз, которые сегодня существуют в нашей соседней стране Украина. Когда под видом демократизации начинался Майдан, люди требовали уважительного к себе отношения, люди требовали прозрачности в расходе бюджетных средств, а все закончилось тем, что одна группа я говорю громко, не надо, одна группа олигархов сменила другую группу олигархов, и то, что делала одна группа олигархов, сейчас успешно делает и другая группа олигархов. И мы наблюдаем реакцию ряда стран ведущих мировых держав, когда одному олигарху говорили не вздумай применить оружие, а другому олигарху говорят вы правильно применяете оружие, в том числе боевые самолеты, вертолеты, артиллерийские орудия и базирование стрельбы с минометом. Кто не знает, 200 метров осколки разлетаются, там сечет все подряд. И жертва среди мирного населения это установление конституционного порядка. А на площади что было, это не было установление антиконституционного порядка. Эти риски существуют для нас? Да, существуют. Этот сценарий может быть реализован в нашей стране? Да, он может быть реализован. Что мы должны делать? А мы должны разъяснять людям, чтобы такой сценарий негативный в нашей стране не повторился. Нам не нужны никакие жертвы, никакие жертвы не нужны. Нам нужна спокойная, стабильная молодова, которая умеет дружить со своими соседями, но при этом преследует свои личные интересы развития своей страны, укрепление своей государственности, укрепление мира, межнационального согласия в обществе и, соответственно, обеспечение достойного уровня качества жизни человека в собственной стране. Я надеюсь, что сегодня участники конференции хорошо поработают, будут интересные доклады, в обобщающем в завершении Петр Михайлович и Редакционная коллегия подготовит этот документ, опубликует. Подъедут еще специалисты, эксперты, в том числе и международные эксперты, я их сейчас пока здесь в зале не вижу, успешной всем работой участникам сегодняшней конференции. Спасибо. Приветственным словом приветственное представляется дьякому Геннадию Волуце, председателю Ассоциации ПРО-Православие. Другой наш башкан, возлюбленные во Христе братья и сестры, поскольку сегодня важный праздник из тех 12 самых важных праздников православия, хочу вам сказать приветствие словами праздника Христос вознесет. Я очень рад и благодарю за приглашение, поскольку у нас в центре в Кишиневе конференции такого рода маловероятностей. У нас там развязалась настоящая информационная война, и если раньше приглашали по 2-3 раза в неделю на публику, на журналы, на разные каналы, сейчас уже месяцами не приглашают, потому что предвыборная кампания, им неловко говорить правду, но мы церкови особенно должны говорить только правду я прошу извинения за некоторые ошибки в моем русской речи, поскольку так сложилась судьба, что больше учился где-то 7 лет в Румынии, но это мне помогло, чтобы сейчас легче сравнивать Восток и Запад, и исходя из той угрозы, которая приходит к нам с Запада, в особенности с морально-духовно-религиозной точки зрения, это вообще опасность, поэтому народ должен знать не только в цифрах 93% православных или христианин, а в реальности на делах, потому что незнание вот этой реальности это нас не ну не жустифика, не оправдывает, поэтому я изначально хочу сказать, что я не анти-европеец, мы не анти-европейцы, но мы анти-интеграторы вот такого форма интеграции, которую предоставляет нам сегодня Европейский Союз. Мы здесь не собрались в особенности от нашей делегации для того, чтобы критиковать кого-то, против кого-то, для кого-то. Господь видит. Постараемся быть максимально истинцем. И дай Боже, чтобы такие же конференции, такие же организационные мероприятия по просвещению народа, по том, что свет и что тьма, что добрый, что злой, не только в Гагаузии было, но и в других районах нашей республики. Я думаю, что эта конференция послужит как бы инфекцией, так же сказать, и других районов, чтобы организовывали в других местах. Поскольку информация предотвращает сопротивление, и не дай Бог и противоречие на уровне, которые происходят на Украине. Изначально спасибо вам всем и точку зрения православного, точку зрения церковного, точку зрения на процессе евроинтеграции, почему этот проект считается не только социально-атолитический, экономический, а и религиозно-аккультический, я постараюсь объяснить в соответствующей секции. Спасибо большое за приглашение и укрепим вас Господь. Бог на помощь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...